Вопросы подготовки к зиме Вопросы подготовки к зиме Первый заместитель премьер-министр Республики Башкортостан Рауф Нагуманов в ходе совещания обратил внимание на то, чтобы Министерство жилищно-коммунального хозяйства держало на контроле формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги Хотелось бы, чтобы Министерство жилищно-коммунального хозяйства не стояло в стороне Мы о чем говорили и с президентом республики О том, чтобы новые схемы содержания контроля за ростом тарифов В первую очередь за образованием обоснованных, необоснованных экономических расчетов Именно составляющих какие-то оптимизации провести с имуществом, с муниципальными Основная работа по подготовке к зиме, по сути, сводилась к тому, чтобы вовремя подать тепло в дома, на объекты соцкультбыта и предприятия Для этого были вложены большие средства Наш город к отопительному сезону готов Сейчас идет запуск тепла На сегодняшний день ведется подача тепла Уже на 30 объектов подали тепло Это больницы и детские сады Сегодня планируется во второй половине дня начать подачу тепла в школы И со следующего дня, наверное, в субботу, в жилой фонд Сроки подачи тепла на предприятие будут зависеть от задолженности перед энергетиками Екатерина Соломатина, Андрей Дорошкевич, Ильнур Аминов, Новости Современные технологии хранения и обработки информации, несмотря на их удобство являются причиной для злоупотребления и утечки конфиденциальных данных Вопросом защиты персональных данных работников и пользователей муниципальных услуг был посвящен семинар, состоявшийся в администрации муниципального района Кургодинский район Участниками семинара стали главы и управляющие делами сельских поселений работники кадровых служб учреждений, подразделения по работе с клиентами-физлицами обращениями граждан, органами ЗАГС, паспортного стола и архива Сохранность и неприкосновенность персональных данных граждан гарантирована Конституцией России и регулируется федеральным законом о персональных данных Обязанность обеспечения защиты персональных данных принимает из себя любое лицо, совершающее любые действия с персональными данными Это значит, как только мы принимаем на работу физическое лицо или это относится при предоставлении государственной или муниципальной услуги при заключении договора с контрагентами или внесении данных с сотрудников компьютерной базы то с этой минуты мы обрабатываем персональные данные и обязаны строго соблюдать требования данного закона В исполнении требований законодательства собравшимся были рекомендованы формы документации по учету информации о персональных данных Каждое учреждение обязано разработать эти формы и принять их к работе в ближайшее время Также были даны разъяснения и рекомендации по сохранению персональных данных непосредственно работодателями Правовая природа информации, содержащая персональные данные работников ее содержание, порядок доступа к ней, процедура ее представления третьим лицам регулирует трудовым законодательством Российской Федерации Определяя режим персональных данных работника, трудовой фодекс выделил два основных понятия дающие совокупное представление о правовом статусе персональных данных работников Это персональные данные работника и обработка персональных данных Персональные данные о работнике отражают его личную и семейную тайну граждан их частную жизнь и входят в круг информации, подлежащий защите от несанкционированного доступа Работник должен быть ознакомлен с положением о защите персональных данных под роспись Расписка об ознакомлении с положением содержит следующие данные Фамилия, имя, отчество работника, структурное подразделение Должен быть дата подпись В любой организации в несанкционированных код и правовом форме должно быть положение И человек, приходя на работу, должен быть ознакомлен с этим положением Вниманию присутствующих было обращено и на обязательное наличие письменного согласия гражданина на обработку дальнейшее использование его персональных данных третьими лицами Также было отмечено, что выполнение требований законодательства распространяется не на все данные о физическом лице Действие закона 152 о защите персональных данных не распространяется на отношения, возникающие при организации хранения, комплектования, учета и исполнения содержащих персональные данные архивные документы То есть получается, что архивные документы, те документы, которые хранятся в муниципальном архиве они под действие этого закона не попадают Особое внимание на семинаре уделили и способам защиты информации от постороннего доступа Стоит отметить, что лица, виновные в нарушении федерального закона о персональных данных могут быть подвергнуты не только гражданской дисциплинарной, но и административной и уголовной ответственности Также специалисты, работающие с персональными данными, должны иметь соответствующий сертификат Обучение и получение этого документа в Кургазинском районе планируется провести в централизованном порядке в ближайшее время Елена Камская, Владимир Кузьмин, Новости МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА